Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Вы на канале Удивительное Рядом! Сегодня я вместе с Оксаной и с владельцем интернет-магазина Минералы от Леонида добрались до Дмитровского карьера. Здесь мы будем собирать красивые кремнии, другие минералы, которые были принесены сюда, мареной. И если повезет окаменелости, пожелайте нам удачи, а мы вам все обязательно покажем. Вот он, такой карьер. Здесь несколько карьеров, несколько точек, где можно было бы поискать. Вот первая моя находка, та, которой я хотела бы с вами поделиться. Это вот такой вот кремень. Даже, по-моему, холцедон. Здесь вот есть желудочка, маленькая такая, ритмично-зональный рисунок. Вот такая вот прелесть. Наверное, я его возьму с собой. Так, сейчас, давайте поближе желудку снять. Ну вот, смотрите, прям агатовым рисунком это желудочка. Очень интересно. Вот это вот, что за галечка? Мне неизвестно, непонятно. Но нравятся мне вот эти вот полосочки блестящие. Заберу ее с собой и будем разбираться, что это и с чем его едят. Наверное, какой-нибудь сланец. Блиточка со следами ползания морских червей. Клиточка большая, брать ее с собой не буду. Но показать обязана. Вот такой вот булыжник большой, красивый. Кварцита. Розовенький такой, приятненький. Тоже останется здесь в карьере. Мне он ни к чему. Но очень захотелось вам его показать. Смотрите, раковина брахиоподы целая. И нижняя, и верхняя створка есть. А на ней еще раковина брахиоподы. Причем, по-моему, даже несколько. Очень интересно. Давайте зададимся вопросом еще раз. О том, что можно найти внутри камня. Вот такой вот ожелезненный кварчик. Я его уже разбила. Ну и внутри, соответственно, так же ожелезненный кварчик. Излом раковистый. Достаточно хрупкий. Но блестяшный. Столбик из щечленников морской лилии. Окремленный. Так вот, интересно, достаточно. Заберу его с собой. Окаменелости как-то маловато. Да и кремня красивого рисунчатого тоже не нашла. Ну, буду продолжать поиски. Не теряю надежды. Вот эту вот плюшечку с дендритами я с собой забирать не буду. Сейчас попробую ее расколоть, посмотреть, что внутри. Ну и там решу, может быть, кусочек заберу. Вот такие вот дендриты. Можно здесь наблюдать. Посмотрим, что будет в расколотом виде. Ничего интересного. Как вы видите, вот дендриты вообще просто по поверхности появились. А внутри просто кварцит. Даже не знаю, забирать этот кремень с собой или нет. Ну, пока я не нашла ничего более интересного. Наверное, пока заберу. А там буду определять. Как вы видите, у него ритмично-зональный концентрический рисунок. Ну и марганец по трещинкам образовал так называемые дендриты. По-моему, это интересно. Вот такой здесь карьер. Песок, кремнии. Немножко окаменелостей. Нашла вот такой вот вишневый. Даже, наверное, не вишневый, а сливовый кремень. И на нем раковина брахиопода. Интересный экземпляр. Пожалуй, заберу его с собой. Вот такая вот, да, громадная брекча или цементация. Непонятно, как это назвать. Гигантская брекчища, да. Вот Леонид прошел мимо и совершенно проигнорировал вот эту вот целую громадную брахиоподу. Сейчас я ему покажу. Пусть будет обидно. Смотри. Такая прелесть дохлая. Такая вот дохлость, да. Классно. Песочница для любителя камня. Видимо, песок вымывают. А мелкая галечка, которая остается, сбрасывается вот так вот в кулочке. Немножко здесь покопаюсь. Может, найду что-нибудь в галечку. Я сейчас разобью и покажу вам, как она выглядит внутри. Ну, вот так вот кварц выглядит внутри. Это кварцевая желчка. Когда-то она была окатана, пока ее тянуло ледником. Ну, а сегодня ее расколотила я. Вот этот шикарный аммонит нашла Оксана. Вот это, да. Вот тут, кстати, еще маленький он выглядывает. Так. Сейчас я вот в этой горке тоже пороюсь. Да, мы ее раскатаем пока. Да, сейчас мы ее разровняем. Вот это уже мой отпечаток, который я нашла. Кусочек отпечатка аммонита. Буду копать дальше. Вот здесь вот мы. Откопаемся. Долбила, долбила. И выдолбила. Вот такой вот маленький аммонитик. Ну, конечно, не целый. Но такой симпатичный. Видите, как много здесь рисунчатых кремней. Но и не только. Вот такой вот отпечаток аммонита. Большой достаточно. Ой, какая красота. Смотрите, какую конкрецию с аммонитом я здесь нашла. Она громадная, сама конкреция. И аммонит-то целый. И он, конечно, расколола я эту конкрецию. А с обратной стороны, смотрите, еще один аммонит. Попробую поколоть дальше. Надеюсь, что они... Удалось не расколотить один аммонит. Дома я его, естественно, подклею. Покрою лаком. И он займет достойное место в моей коллекции. Я довольна. Жиода с аммонитом. Вот такая красота мне попалась. Она, конечно, маленькая. Не знаю, удастся мне ее отбить так, чтобы породы вот этой вот было как можно меньше. Но я попробую. Вот такая красота. Ну что, удалось мне отколотить вот эту вот желудочку. Я так полагаю, что это брахиопода была. Ну или какая-нибудь другая таковина. И внутри нее образовались кристаллы органита. Еще один аммонит мне удалось выколотить. Правда, его тоже придется склеивать и дальше допрепарировать. Но, тем не менее, находка удачная. Так, вот такое вот кремниевое, халцедоновое сердечко попалось, правда, не мне, а Оксане. Она его брать не захотела. Оксана-ка же не верит в любовь. Оксана не верит в любовь. А я в любовь верю, поэтому я его забрала. Вот такая красота. Два образца кремния с фузулинидами. Правда, фузулиниды растворились и остались от них только воспоминания. То бишь, вот эти вот дырочки. Даже не знаю, брать не брать. Не знаю. Наверное, не возьму. Наверное, оставлю. Да, едем с Дмитрова. Вот такой вот кремушек попался. Громадный, тяжелый. Мало того, что с рисунком. Еще и с животами. Еще и с животами.